Привет, звездочки! Сегодня у нас с вами 10 случайных фактов об Эксо, но также я предлагаю вам сыграть в игру, правда или ложь? За каждый правильный ответ засчитывайте себе плюс 1 балл. Полетели! Эксо дебютировали в апреле 2012 года. Да, это правда! 8 апреля состоялся релиз дебютного клипа «Мама», а на следующий день был выпущен первый мини-альбом группы, который также назывался «Мама». Эксо с дебюта делились на три подгруппы – Эксо Ки, Эксо Л и Эксо М. Нет, Эксо Л – это название фан-клуба, а группа делилась на Эксо Ки для корейской аудитории и Эксо М для китайской. Их альбомы, клипы и другие релизы выходили в двух версиях – корейской и китайской соответственно. Суперспособность самого младшего Эксенка – это воздух! Да, конечно, да, Макне, то есть наш младший участник группы – это Сэр Кун, повелевающий воздухом. Эксо камбэкнули в Савардос в 2014 году, и это было последнее возвращение в составе 12 человек. Да, среди Эри даже есть легенда о том, что двое участников – Крис и Вухан – так и не вышли из лабиринта Эры Овердос. Тао покинул группу немножечко позже. Циумин – лидер группы, потому что он самый старший! Нет, Циумин – самый старший участник группы, но лидер, конечно же, наш мамочка Сул Хо. Однажды Сасэн-фанат ударила Тао по лицу для того, чтобы привлечь к себе внимание. Нет, это не так. Подобный случай произошел с Ю Чоном. Раньше он был частью Тонбан Ченги, сейчас в GYG, а у этих ребят, как и у Эксо, огромное количество Сасэн-фанатов. Эксоэль вели себя настолько невоспитанно, что им запретили посещать предзаписи и живые выступления на музыкальном шоу. Да, это правда. В 2013 году СМ на своем сайте опубликовали заявление о запрете со стороны музыкального шоу Инкигайо. При этом сообщалось, что жалобы на поклонников происходят регулярно, не только от Инкигайо, но и от других шоу. Они нарушают съемочный процесс, покидая и возвращаясь в зал во время записи, фотографируют и снимают, что категорически запрещено, преследуют артистов, творят ужасные вещи с лайстиками и фан-бордами и так далее. Тем самым СМ обратились к поклонникам с просьбой в будущем соблюдать правила, на каком бы мероприятии они ни находились. Официальное название фан-клуба Эксо изначально было Экзотик, но позже его поменяли на Эксоэль. Нет, официальное название фан-клуба появилось лишь спустя два года после дебюта, даже чуть больше. До этого времени поклонники всего мира называли себя Экзотиками, но это никогда не было официальным названием фан-клуба. Эксоэль расшифровывается как Эксо ЛАВ, буква Л в алфавите стоит между КИ и М, символично соединяя подгруппы воедино и еще раз демонстрируя единство участников между собой и самой группой с фанатами. Потому что we are one и мы нераздельно связаны друг с другом. Участники не любят давать Каю деньги в долг. Да, это так, на одной из программ ведущая спросила, есть ли среди них тот, кому они хотели бы давать деньги. На что Бэкхён и Сухо указали на Кая. Кая объяснила это тем, что просто забывает или не успевает из-за графика вовремя возвращать свои долги. Но Бэкхён рассказал, что однажды занял Чунину 10 тысяч вон, а тот вернул ему только 5 тысяч вон, плюс купон на покупку обуви номиналом 5 тысяч вон, которые, кстати, не всегда действительны. Мы подходим к восторгу Кореи. Известная среди поклонников жанра КАПОП группа EXO. EXO были приглашены на закрытие Олимпиады в Сочи в 2014 году. Нет, EXO на самом деле были приглашены в Россию на закрытие, но поводом стали не Олимпийские игры, а Универсиада. Она проходила в Казани в 2013 году, и поскольку принимающей стороной Универсиады в 2014 году была Республика Корея, страна отправила в Россию некоторых своих артистов, включая EXO. А теперь соберитесь, сейчас будут видео-вопросы, на которые вам нужно дать ответ и посмотреть видеофрагмент всего лишь один раз. За каждый правильный ответ плюс 5 баллов. Готовы? Начинаем! Какого цвета были наушники у Дио? Наушники у Дио были синего цвета. Кто из EXO снялся в клипе Макс Степ? Это были Лу Хан и Кай. Внимание! Вопрос! Какую из этих бутылочек возьмет Бэк Хён из холодильника? Бэк Хён возьмет бутылку с розовой крышкой. Это можно было увидеть вот в этом кадре. Вот видите? Розовая крышка. И видео-вопрос для самых внимательных. На этом пакете в клипе EXO Чин Бэк Си Буумин Дэй есть английская надпись. Какая? Буумин Дэй, как и название песни. Бонус-вопрос, ответ на который вы можете написать в комментариях. Какую фигуру в воздухе показывают парни на словах So Electric, So Electric Ye в хореографии к японской песне Electric Kiss. Пишите свой вариант, а также количество бабок в комментариях. Ссылочки на все факты из этого видео вы найдете в описании. И конечно же спасибо за ваши большие пальчики вверх, потому что для меня это важно. И подписывайтесь на канал, потому что так вы становитесь частью чего-то особенного. Саран-саран, с вами была Ари Ран. Я вас всех люблю и целую. Пока-пока-пока.